МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версию программы можно найти на сайте www.motor12.ru, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Дарья Разинова. Все социальные выплаты в МРИЛ производятся в срок. Задержек с финансированием нет. Об этом руководителю республики Александру Евстифееву доложила министра социального развития региона Ольга Федорова. По словам Федоровой, в первом полугодии на социальные выплаты из республиканского бюджета был направлен 1,6 млрд рублей. Всего же в региональной казне на эти цели на текущий год заложено свыше 3 млрд рублей. Хотелось бы отметить, что у нас достаточно большой объем денежных средств выплачен на первого ребенка. Это порядка 7 млн. В июле именно в этом месяце заложено 97 млн. Практически тоже почти 50% мы уже освоили. И большие такие выплаты, как по старшему поколению, это наша компенсация за коммунальные услуги. И за полугодие мы уже выплатили 576 млн. рублей, в том числе за июль 68,4 млн. рублей. То есть выплаты предоставляются своевременно, но в моменте здесь вопросов не возникает. Обращаясь ко всем мамам, министра напомнила о таких мерах социальной поддержки, как пособия при рождении первенца, а также пособия на третьего и последующего ребенка. Мне бы хотелось немножечко остановиться, пользуясь таким случаем, на выплате на первого ребенка, который именно связан с рождением первого ребенка. Это сейчас очень актуальная выплата. Поэтому хотелось бы, чтобы еще раз все наши мамы вспомнили о том, что у них, если родился первый ребенок, они имеют право на эту выплату в зависимости от дохода. Поэтому мы всех ждем, работаем индивидуально. Хочу напомнить еще и о той выплате, которую мы осуществляем на третьего и последующего ребенка. Эта выплата у нас идет как софинансирование частично из федерального, частично из республиканского бюджета. Тоже очень хорошая поддержка. Она в достаточно большом объеме. То есть практически размер порядка 9,5 тысяч рублей ежемесячно. Поэтому я думаю, что то, что мы выплачиваем и своевременно, это очень хорошая поддержка для наших семей. Кроме того, Ольга Федорова проинформировала Александра Евстифеева о такой форме поддержки семей с двумя-тремя детьми, как льготная ипотека на покупку нового жилья в многоквартирном доме или рефинансирование действующей ипотеки. В Вишкороле продолжаются работы по благоустройству аллеи здоровья и прилегающих к ней территорий. Напомню, именно этот объект выбрали горожане по итогам голосования в рамках проекта «Комфортная городская среда». До конца октября здесь должны быть выполнены работы в рамках пятого, шестого и седьмого этапов проекта. Так планируется построить систему освещения тротуара в створе улицы Петрова от Ленинского проспекта до Аллеи здоровья. Кроме того, освещение появится на площадке, где размещаются приезжие цирки и зоопарки, а также на парковке и велосипедной дорожке. Станет светло и на велодорожке, которая пройдет по Ленинскому проспекту. Стоимость работ чуть более 10 миллионов рублей. Между тем, в столичной мэрии просят горожан придумать новое название для всей общественной территории, которое в перспективе должно стать одним из самых масштабных мест отдыха горожан. Здесь планируют построить детскую и спортивную площадки, тренажерный комплекс, зону для барбекю, целую сеть велодорожек. Как отмечают в администрации города, привычное название уже не отражает суть будущего парка в полной мере. Поэтому его решено изменить. Чтобы найти лучший вариант, в мэрии обращаются к жителям города с просьбой предложить свои варианты. Сделать это можно в группе администрации ВКонтакте, а также по электронной почте, адрес которой вы видите на своих экранах. В Варшанке будет построен спортивный центр. Правительство МРИЛ выделяет на эти цели средства из резервного фонда. Центр физкультуры и спорта обустроят в здании одного из общежитий бывшего педагогического колледжа. Планируется разместить здесь зал для занятий велитболом, футболом и баскетболом. Также в центре обустроят залы аэробики и единоборств, фитнес-зал, медицинский кабинет и душевые. На реконструкцию и капитальный ремонт здания, закупку спортивного инвентаря и установку пожарной сигнализации из резервного фонда правительства республики выделено 9 млн 655 тыс. рублей. Уже скоро всем жителям деревни Савина, что в пригороде Ишкаралы вода в дом будет поступать из Арбанского водозабора. Сейчас здесь ведется прокладка водопроводной сети длиной почти в 2 км. До этого на местную воду из скважины было немало нареканий. На сегодняшний день специалистами выполнено более 20% от общего объема работ по прокладке нового водопровода. А через пару месяцев жители деревни Савина уже смогут сравнить ту воду, которая поступала на протяжении долгих десятилетий в их дома из местной скважины и воду из Арбанского водоисточника. Стоимость работ данного проекта 8 млн. рублей. Администрация города выделила нам около 2 млн. рублей на закупку материала. Остальные работы производят силами МУК «Водоканал». Протяженность водопроводной сети составляет 1 км 800 метров. Тянут сети с деревни Данилова, где, к слову, еще не так давно и вовсе не была налажена централизованная подача воды. Каждый житель выходил из положения как мог до тех пор, пока специалисты водоканала не подключились к проблеме. Теперь там из крана течет Арбанская вода, а специалисты пошли дальше, в сторону Савина. Сегодня используется более современный материал – это полиэтиленовые трубы, которые не ржавеют и не гниют в земле. В связи с этим улучшается также качество воды. Срок службы таких труб – минимум 50 лет. Поэтому постепенно происходит уход от железа, то есть замена старых сетей на новые. Например, в этом году заменили водопровод на участке в Йошкарале по улице Машиностроителей, это в 9-м микрорайоне. Сейчас меняют трубы в овощеводе. А все для того, чтобы вода доходила до квартиры и домов в чистом, как есть виде. Кстати, по качеству воды Арбанский водоисточник всегда в числе лидеров в стране. Йоркширский терьер стал виновником крупной аварии в Йошкарале. В среду на Ленинском проспекте столкнулись три автомобиля. ДТП произошло из-за выбежавшей на дорогу собаки. Автомобиль марки «Рено» двигался в сторону центра, когда перед ним неожиданно появилось животное. За рулем иномарки была девушка, которая не успела затормозить, сбила пса и выехала навстречу, где столкнула с автомобилем ВАЗ-2113. Водитель, за рулем следовавший за 13-й пятнашки, не успел среагировать и протаранил отечественный хэтчбэк с другой стороны. В результате аварии травму получил водитель 13-й, который оказался между двух автомобилей. Его увезли на скорой помощи. Также в больницу доставлены автоледи, которая была за рулем иномарки, и пассажир ВАЗ-2115. Всего в результате ДТП пострадали 6 человек. Все пострадавшие живы. Сейчас за их состоянием наблюдают медики. Йоркширский триер, ставший виновником аварии, погиб на месте. В ближайшие дни внимание инспекторов ГИБДД будет сосредоточено на пассажирских автобусах и маршрутках. В республике пройдет профилактическая акция «Безопасный автобус». Ее проведение связано с высоким уровнем аварийности в сфере пассажирских перевозок. Так, за полгода в МРИЛ зарегистрировано 8 ДТП с участием автобусов, которых пострадали 9 человек. Чаще всего водители автобусов нарушают правила проезда пешеходных переходов, неправильно выбирают дистанцию и не выполняют требования сигналов светофоров. Также к ДТП с участием автобусов приводят несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости, условиям движения и неправильное расположение на проезжей части. Операция «Безопасный автобус» продлится в МРИЛ до 19 августа. В МРИЛ впервые за несколько лет зафиксирован случай заболевания кориум. Как сообщают Роспотребнадзори, заболевший мальчик 7-летнего возраста, который приехал из другого региона. Отмечу родителей ребенка из числа тех, кто отказывается делать прививки. В данный момент мальчик находится в инфекционном отделении Шкаролинской городской больницы. Диагноз «корь» специалисты подтвердили лабораторно. В Роспотребнадзоре предпринимают все меры, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. Специалисты определили, с кем общался заболевший, за ними установлено медицинское наблюдение. Всем контактировавших с больным ребенком сделаны прививки. Напомню, кори у детей занимает особое место среди инфекционных болезней. Симптомы кори проявляются высокой температурой, сыпью, болью в горле и сильной интоксикацией организма. Заболевание может протекать с серьезными осложнениями вплоть до летального исхода. Единственной эффективной мерой профилактики остаются вовремя сделанные прививки. На финишной и прямой за две недели до 1 сентября в Мариэл принято, то есть признано готовыми к образовательному процессу 98 школ региона. Педагоги уже наметили планы на будущее. Это и интеграция новых методов обучения и воспитания, внедрение современных образовательных и цифровых технологий. Традиционные августовские конференции пройдут в муниципалитетах уже на следующей неделе. Об этом и не только. В интервью нашему телеканалу рассказала министр образования и науки Мариэл Наталья Адамова. Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. До нового учебного года осталось совсем немного времени. Скажите, как готовы школы к 2019 учебному году? На сегодняшний день принято 98% школ. То есть приемка идет по графику, приемка завершается завтра и школы будут приняты и готовы. Каждый новый учебный год – это какие-то новшества. В том году, насколько я помню, говорили о том, что в образовательный процесс будут включены такие предметы, как шахматы и астрономия. Что-то новое в этом году будет? Говоря об этих двух предметах и других новшествах, можно сказать следующее. Если в прошлом году ряд школ ввели астрономию и уже преподают ее, то прошедший учебный год школы используют для подготовки. И с 1 сентября 2018 года уже во всех школах будет преподаваться астрономия. Говоря о шахматах, здесь также процесс идет постепенно. Для того, чтобы ввести преподавание, недостаточно одного желания или приказа. То есть нужно подготовить специалиста, подготовить необходимые пособия. То есть эта работа идет. Есть районы, в которых очень активно. Это Медведевский район работает. Есть садики, которые также вводят изучение шахмат. И этот процесс в течение года будет также расширяться. А что-то еще новое будет введено? Говоря в целом о таких масштабных инновациях, но также у нас продолжается введение федеральных стандартов. Они сейчас уже поднялись на уровень 8 класса. Здесь будут свои изменения в содержании преподавания. Также какие новшества предлагают отдельные школы. То есть кто-то переходит, скажем, на цифровые средства обучения, пробует применение это в своем процессе. Кто-то меняет интересные, предлагает интересные курсы, факультативы. Но инновации будут. Заговорили об инновациях. То есть инновации в современной школе есть? Есть. Они идут в ногу со временем, в ногу с образованием, так скажем? Да, действительно. Мы, во-первых, стараемся ориентироваться на и российские тенденции, и на требования, скажем, и нашей республики, для того, чтобы качество образования наших детей было соответствующего уровня. Если говорить немножко вперед, то вот те школы, которые идут по пути цифровизации образования, допустим, применения электронных образовательных ресурсов, то здесь, конечно, они немножко опережают общую ситуацию. Но я здесь говорю, очень так, индивидуальный процесс, но интересно есть. Вопрос, который остается актуальным всегда, это переполненность школ, особенно городских, там, где идет масштабная застройка в городе, многоэтажные дома, где строятся. Скажите, как обстоят дела с этим вопросом? Может быть, какие-то школы в городе, в районах будут строиться? Сейчас ведется строительство в Парангинском районе, это школа в деревне Ильпанур, она будет сдана в декабре этого года. Но там ребята из веткой школы перейдут в новую современную школу. Говоря о перегруженности, ну, на сегодня вот самый перегруженный, это город Ешкарла и Медведева. В Ешкарле мы знаем, что такая застройка жилищная идет в Самбатхее, вот этот вот микрорайон очень перегружен, девятый микрорайон перегружен. Здесь, конечно, приходится открывать новые классы пока. Ну, а перспективу строительства, ну, планируется, что в ближайшее время администрация города Ешкарлы начнет уже подготовительные процедуры, начнет аукцион по определению подрядчика, и школа в девятом микрорайоне начнет строиться. На эту школу в девятнадцатом и двадцатом году будет выделено федеральное финансирование. Все необходимые, как бы, документы, согласования в бюджете и Российской Федерации, и в бюджете Республики, деньги на эту стройку есть. Школа будет рассчитана на восемьсот двадцать пять мест. Говоря о новых классах, возникает вопрос о новых педагогах. Как решается этот вопрос? Как стимулируются, да, педагогические кадры, чтобы они оставались работать в Морел? Здесь, действительно, вот последние годы дефицит наблюдается. На сегодняшнее это потребность 242 учителя, наибольшая потребность в учителях математики, физики, иностранного языка. И вот, как правило, наибольшее количество школьников в школе Медведева, и здесь наибольшее количество учителей. Здесь на уровне Республики запущены несколько механизмов, которые, мы надеемся, вот, и они помогают. Это целевой прием, целевое обучение. Это поддержка специалиста, который уже после института приезжает на село работать. Это поддержка, которая, наверное, позволит ему закрепиться. Здесь перед главами администрации, главой Республики поставлена задача, действительно, если молодой специалист приезжает, то создать условия, в том числе рассмотреть варианты и предоставление жилья. Вот, а эта поддержка в размере шести окладов. То есть они единовременно? Единовременно получают эту поддержку. На хозяйственное, как бы, обзаведение, на начало работы. Сколько первоклассников в этом году впервые переступят порог школ, и какой у них первый урок пройдет? В этом году 8941 первоклассник придет в первый класс. Это на 297 человек больше, чем в прошлом году. То есть вот этот бум у нас идет. Первый урок, ну, и говоря о первоклассниках, вообще для них все впервые и все вновь. То есть это торжественная линейка и урок, посвященный России. То есть России и нашей малородней Республике Мариел. Наталья Васильевна, спасибо за беседу. Спасибо вам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурс, который пройдет в Международном детском центре «Артек». Опыт у хора очень большой. Опыт концертной деятельности, опыт конкурсный. Ребята принимали участие в различных конкурсах, в том числе и в Санкт-Петербурге, и в том числе вот в подобном конкурсе в 2016 году. Мы уже участвовали, и в «Артеке» они уже успели побывать. Вот. То есть опыт огромный. Я думаю, что этот опыт позволит нам все-таки получить какие-то достойные результаты на этом конкурсе. 22 человека отправляются у нас в «Артек». Напомню, хор при 19-й столичной школе появился в 1987 году и с тех пор активно участвует в различных республиканских, международных, российских конкурсах, в которых не раз занимал призовые места. Лето в Мариел еще вернется. По крайней мере, такой погодный сценарий обещают нам синоптики. Накануне ночью республика оказалась в зоне влияния циклона, который принес понижение температуры воздуха и дожди. Но, судя по прогнозам, непогода едва ли задержится надолго. Уже в пятницу небо начнет проясняться, а выходные и вовсе будут солнечными. Впрочем, солнечно не обязательно жарко. Скандинавский антициклон не только разгонит облака, но и принесет с собой сильный северный ветер. Поэтому днем в субботу и воскресенье ожидается не выше 20-23 градусов тепла. По ночам будет и вовсе около 7-9 градусов. Однако, с летом прощаться рано. По предварительным прогнозам, оно вернется уже в начале следующей недели. А к следующим выходным снова на термометрах должно быть плюс 30. Как обещают синоптики, теплая будет вся вторая половина августа. А по некоторым данным, нас ожидает еще и теплая сухая осень. Это были новости на телеканале Метер. Выпуски на марийском языке смотрите в половину седьмого утра. Интернет-версия программы на сайте metr12.ru, на нашем ютуб-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания. Дарья Разинова Дарья Разинова Моторлак Илла Шамутара Дагайлюмдэйна Юшкарулаш Таке нежимса черетан пелый дышон черерты. Дагайлюмдэйна Юшкарулаш Дагайлюмдэйна Юшкарулаш